МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Верховный суд Карелии оставил Андрея Нелидова под стражей. Сегодня защита бывшего директора музея-заповедника Кижи попыталась обжаловать решение городского суда, заключившего Нелидова под стражу. Но у адвокатов не получилось вызволить экс-губернатора Карелии из следственного изолятора. В суде Нелидов заявил об ухудшении своего здоровья и попросил о снисхождении к себе. Он был готов к домашнему аресту или подписке о невыезде, но просил не оставлять его под стражей. Бывший директор музея Кижи сообщил, что суд над ним разделил его жизнь на до и после. Арестованный чиновник изъявил желание попрощаться со своим ребенком, которому три с половиной года. Нелидов пожаловался на жесткие условия содержания в СИЗО. Он сообщил, что после каждого визита следователя ему приходится раздеваться догола, чтобы продемонстрировать проверяющим, что он ничего не прячет. Обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, экс-чиновник обозначил перед судом свою позицию. Цитата. «Моя позиция по данному делу невиновен», заявил Нелидов. Верховный суд Карелии оставил в силе прежнее решение гор суда, согласно которому бывший директор музея Кижи Андрей Нелидов заключен под стражу до 23 ноября. Осенний военный призыв открыт. 18 комиссий по всей Карелии начали проверку молодых людей от 18 до 27 лет. Пригодные по состоянию здоровья юноши отправятся служить уже в декабре. А государственных служащих, которые уклоняются от исполнения воинской обязанности, предлагают разжаловать. Допризывную подготовку на территории сборного пункта проходят студенты средних профессиональных учреждений со всей республики. Юноши в возрасте от 16 до 18 лет учатся надевать противогазы, метать гранаты и пользоваться металлоискателями, а также занимаются спортивным ориентированием. У некоторых из них уже есть повестки в армию. Ну, сейчас мы занимаемся бегом, потом мы стреляли из автоматов, кстати, это очень интересно. Служить пойдешь? Да, служить я пойду в декабре, в начале декабря, очень хочу, конечно. У меня категория А1, поэтому я думаю, что я попаду в хорошие войска, и все пройдет отлично. Этой осенью 3000 молодых людей пройдут через заседание призывных комиссий. Уже с декабря 900 из них будут жить по уставу целый год. У нас от солдата и до маршала одна семья. Военная форма одежды, что офицеры, что солдаты по призыву, идентичная. Вот вам образец твоей формы одежды, в которую наши призывники будут переодеваться. Общевойсковой паек. Я вас уверяю, что рацион достаточно серьезный, и хватает на мужчину крупного телосложения практически на сутки. Вот все, что здесь есть, это все солдаты забирают с собой. Большую часть солдат собираются отправить в центральный и северо-западный округа страны. Родители могут сопровождать призывников вплоть до воинской части. Основная масса, да не основная, практически все служат на территории до Урала. Связано это с тем, что ребята адаптированы более к северным условиям. Главный военком республики утверждает, что риска отправиться в горячие точки у нынешних призывников нет. В частности, по словам Артемьева, карельских солдат в Сирии не будет. В качестве кого они бы туда поехали? По-моему, Верховный Главнокомандующий четко определил, в чем участвуют вооруженные силы Российской Федерации. И как они участвуют. Я не видел, чтобы солдат-призывник был летчиком. Что там делать призывнику? Либо контрактнику. Есть офицеры. Костяк вооруженных сил – это, естественно, офицерский корпус. Военком считает, что в ближайшее время на территории республики будет создан мобилизационный резерв. Это значит, что в случае необходимости мужчины, уже прошедшую службу по призыву и ныне занимающиеся гражданской деятельностью, должны прибыть в воинскую часть, готовые к выполнению приказа. При этом сегодня в длительном розыске находится 448 молодых людей призывного возраста. Военкомат борется с беглецами с помощью суда. А государственных служащих, которые уклоняются от исполнения воинской обязанности, предлагают разжаловать. Маргарита Михайлова, Александр Борисов, телеканал Ника+. Глава Карелии Александр Худилайнин высоко оценил темпы работы Онежского судостроительно-судоремонтного завода. В конце августа там был заложен первый лоцманский катер с функциями ледового класса. Сейчас еще два. Они будут доставлять лоцманов на морские суда в южных портах России. Этим двум лоцманским катерам не будут страшны ни трехметровые волны, ни сложные погодные условия. Заказчик «Кроссмортпорт» отправит их в южные порты России. Ледовое усиление – еще одно преимущество катеров, так как даже на Азовском и Черном морях лед бывает толщиной до метра. Это третье и четвертое суда, которые были заложены в Онежском судостроительном заводе после возобновления деятельности в июне этого года. На корпусе одного из катеров глава Карелии Александр Худилайнин закрепил закладную доску. Меня пугают темпы. Каждые два месяца закладывают новые суда на нашем Онежском судостроительном судоремонтном заводе. Я боюсь, что эти темпы приведут к тому, что мы отберем всю работу у всех судоверфей Российской Федерации. Но это хорошие темпы. Я уже подумал, может мне напроситься Владимиру Борисовичу в выходные дни поработать сварщиком, технологию, которую я немножко освоил. Но я понимаю, что сварщик судостроения – это элита, этому учиться нужно лет 10. Завод не работал три года, пока не вернулся под государственное управление в лице федерального предприятия «Росмортпорт». Здесь трудится более 250 человек. К концу года руководство завода планирует набрать еще 200 работников. Самое главное – это стабильность, потому что на заводе будет еще больше работы. Это очень важно для Карелии, ну и, конечно, для завода. Я думаю, что на данном предприятии нехватки специалистов не будет, потому что специалисты обучаются на месте. На очереди грузоотводные шаланды. Всего по заказу «Росмортпорта» за два года планируется построить 8 судов. Дина Тазан, Евгений Евдокимов, телеканал НИКО+. Депутаты Петросовета решили удвоить сумму выплат для пострадавших от взрыва на улице Пробной. Финансовая помощь будет увеличена за счет средств, зарезервированных в городском бюджете на выплату штрафов и выполнение судебных актов. На внеочередном заседании Петрозаводского городского совета чиновники мэрии предложили городским депутатам согласовать резервный фонд в сумме 1 миллион 746 тысяч рублей и большую его часть направить на выплату пострадавшим при взрыве газа. Согласно предложению администрации, 9 семей, потерявших все свое имущество, получат по 50 тысяч рублей. Семьи, чье имущество пострадало частично, могут рассчитывать на 25 тысяч. Депутаты сочли такую материальную помощь формальной. На эти деньги, на эту материальную помощь, восстановить утраченное имущество, к сожалению, сейчас практически невозможно. В итоге народные избранники предложили увеличить расходы на пострадавших еще на полтора миллиона рублей за счет средств, зарезервированных чиновниками мэрии, на оплату штрафов и исполнение судебных актов. Поправку одобрили большинством голосов. Решение принято. Еще одно изменение в бюджет было связано с предоставлением Петрозаводску 30-ти миллионного межбюджетного кредита на оплату ремонта детских садов номер 42 и 72, возвращенных в систему образования. Как рассказали депутаты, в прошлом году на эти цели уже было выделено 64 миллиона рублей из федерального бюджета. Однако мэрия не успела вовремя освоить эти средства. Я не знаю, по каким причинам администрация не проводила работы. В итоге по завершению финансового года деньги Москва отозвала обратно. И мы берем бюджетный кредит. Опять влазим в долговую яму. Однако история не знает сослагательного наклонения. Ремонт образовательных учреждений нужно завершать в любом случае. Городским депутатам пришлось согласовать получение городом еще одного кредита. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Чтобы избавиться от неудобных домов и любой ценой сохранить лицензии, управляющие компании готовы идти даже на обман. Об этом заявил руководитель Карельской жилищной инспекции. На совещании в правительстве подвели первые итоги лицензирования управляющих организаций, работающих на территории республики. По словам главного жилищного инспектора, после введения обязательного лицензирования управляющих организаций, выросло число домов, оставшихся без управдомов. Некоторые из них были выведены из-под управления незаконно. Выявлены факты, когда соискатели лицензии избавлялись от так называемых неудобных домов. Домов с большим сроком эксплуатации, низкими тарифами на обслуживание и содержание жилищного фонда. Небольшим процентом собираемости платы за жилищно-коммунальные услуги. Излюбленный прием – избавление от неугодных, подделка протоколов общих собраний. Благодаря новому закону управляющая компания может запросто потерять свою лицензию, если не сумеет вовремя устранить ту или иную коммунальную проблему. Поэтому отдельные представители коммунального бизнеса готовы идти даже на обман, лишь бы избавиться от неудобного жилищного балласта. Александр Худилайнин попросил главного жилищного инспектора обратить особое внимание на управляющие организации, которые периодически меняют свое название, чтобы уйти от долгов и ответственности. Глава рекомендовал руководителю ведомства подключить к решению этого вопроса республиканскую прокуратуру. Сегодня в Национальной библиотеке открылись Дни культуры Республики Татарстан. Рассказать о современном татарском искусстве приехала первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Гузель Нигматулина. Культурный обмен опытом двух регионов продлится до 10 октября. Более ста работников культуры и искусств приехали в Петрозаводск из Татарстана. Дни культуры проходят в рамках соглашения, которое заключили в феврале этого года правительства двух республик. Мы хотим показать нашим друзьям, жителям Карелии, напомнить, показать, каким сегодня является современное искусство Татарстана, порадовать и в области танца, и вокала, и в области театрального искусства. Такие обмены очень нужны, потому что Россия огромна, Россия многонациональна, она очень красочна своими различными культурами. Но самая главная цель и самая главная наша задача, чтобы мы сегодня познакомились, узнали друг друга и, безусловно, наметили пути и контакты дальнейшего сотрудничества. Нам есть, что показать в Республике Карелия, нам есть, чем поделиться опытом. Мы рады будем услышать какие-то советы или предложения от наших коллег из Республики Татарстан. Делегация из Татарстана подарила национальной библиотеке несколько десятков книг об истории Татарстана, языке, национальной кулинарии и выдающихся деятелях. Программа «Дней культуры» разнообразна. Это круглые столы, творческие и деловые встречи, показ фильмов и концерт государственного ансамбля песни и танца. В Петрозаводске взорвут трубу на территории бывшего завода ОТЗ в центре карельской столицы. Время проведения опасных работ, как известно, афишировать не любят во избежание скопления зевак. Известно, что труба будет взорвана в течение октября, пять лет назад. Телеканал «Ника плюс» готовил сюжет о том, как сносили первую трубу на бывшей территории городского завода. Следом за малой трубой, снесенной четыре года назад, приходит очередь «Большой». На территории бывшего завода должен появиться новый жилой микрорайон. По изначальной информации, большую дымовую трубу хотели оставить как память. Очевидно, сейчас планы поменялись. Еще одна труба будет снесена до конца месяца. Дымовая труба Это были все новости на сегодня. В студии работал Александр Гнетнев. До новых встреч и приятных выходных.